Господи, благослови! Господи, благослови! Сначала, значит, Евангелие от Луки, предисловие, я почитаю немножко. Нам неизвестно в точности, кем был по происхождению святой апостол и евангелист Лука. Он родился в Уссиахе и потому принято считать, что святой Лука был по своему происхождению язычник, принявший его действия. По роду своих занятий он был врачом. Церковное предание приспокупляет к этому, что он был также живописцем. Святитель Лука принадлежит к числу семидесяти учеников христовых. Древние предания свидетельствуют, что ему вместе с Клеопой явился воскресший Господь. Лука 2,4,13-33 стихи. Из книги «Деяния апостольских» видно, что начиная со второго путешествия святого апостола Павла, Лука делается его постоянным сотрудником и почти неразлучным спутником, не покидая его даже в узах. Есть свидание, что после смерти апостола Павла святой Лука проповедовал и умер мученической смертью в Ахае. Свою Евангелие святой Лука написал по просьбе некого знатного мужа, достопочтенного теофила, жившего в Антиохии, для которого он написал затем и книгу «Деяния апостольских». В Евангелии, по мнению ряда исследователей, написано время не позже 1962 года по Рождестве Христовым. Святитель Лука пользовался не только повествованиями очевидцев служения Господа, но и некоторыми уже существовавшими тогда письменными записями о жизни и учении Господа. По его собственным словам, и это повествование, и письменные записи были подвергнуты им самому тщательному следованию, а потому и Евангелие его отличается особой точностью, и в определении времени, и места событий, и строгой хронологической последовательностью. С древних времен сохранилось утверждение, что Евангелие от Луки было одобрено святым апостолом Павлом. Первая глава. С первого по четвертый стих. В имя Царствия, Светлого Духа. Аминь. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, в вашей буквы, то рассудилось и мне, под шательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе достопочтенно теофию, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Толкование блаженного фифилакта. Кто были эти многие, которые начинали? Лжи апостолы. Ибо точно многие составляли Евангелие, с маленькой буквы, каково, например, Евангелие от Египтя, и Евангелие, с маленькой буквы, с надписью о двенадцати, в кавычках. Они только начали, а не окончили. Поскольку они начали без благодати Божией, потому и не окончили. Итак, святой Лука хорошо сказал, «Многие начали». Подлинно немногие, именно апостол Матфей и Марк, не начали только, но и окончили. Ибо они имели святаго Духа, творящего совершенное, в кавычках, о совершенно известных между нами событиях. Ибо относящийся к Христу не просто известно по голосовному преданию, но и истина, совершенно верна и вполне доказательна. Как же, скажи Лука, это доказательно? В кавычке. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова. Слово, то есть Господа Иисуса Христа. Кавычки закрыты. Из-за этого видно, что Лука был учеником не с начала, но в последствии времени. Ибо иные были учениками Слова, то есть Господа Иисуса Христа, с самого начала. Например, апостол Петр, сыны Заведеевы, Матфея 4, 18-22 стихи. Они передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал. Прежде я наставлял себя, феофил, без Писания, а теперь, передавая тебе Евангелие в Писании, утверждая твой ум, чтобы он не забыл преданное без Писания. Во-вторых, так мы, люди, часто имеем обычаи, когда кто-нибудь говорит нам без Писания, подозревать его, что, может быть, он и ложь говорит. Но когда он пишет свои слова, мы верим, что он и не написал бы, если бы не был смело уверен в рейсине своих слов. Так и Евангелист говорит. Для того и написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен был без Писания. Имея более ко мне доверие теперь, когда я настолько уверен в преданном без Писания, что изложил он и в Писании. Следующий стих, даже 1 глава, 5 стих. Водни Ирода, царя Иудейского, был священник Изавьевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Толкование блаженого Пифилакта. Опынул о царственни Ирода, с одной стороны, из желания повествовать, по примеру, пророков, ибо они, начиная так, в одни Ахаза и Езекии, и Езекии, и такого-то, и такого-то совершил следующее. Например, как у пророков Исаии 1.1, Осии 1.1, Амоса 1.1. А с другой стороны, поскольку намерен говорить о Христе, для того упомянул об Ироде, чтобы показать, что при Ироде Христос поистину пришел. Так как Ирод сей был тогда, когда по пророчеству Иакова Бытие 49.10, не стал князей из-за иудеев, то отсюда и доказывается, что Христос пришел. Преод для жительства Христова прилично повествует о рождении Иоанновы, то есть Иоанна Претичи, которая сама не вещуда, поскольку Дева имела родить, то благодать предустроила, чтобы старец родила не по закону природы, хотя и с мужем. Что же значит слова, кавычки, из-за вивы череды? Вот знак вопроса, кавычки закрыта. Соломон, то есть сын царя Давида, окончив храм, установил и дневные череды, то есть седмица. Осень, надо было интенсивней... ...следующую авию, вною другого. Вторая, параллельпоминон, значит, 8 глава 14, первая, параллельпоминон, 24 глава. Поэтому, когда говорит, что Захарий был из-за авида и череды, нужно понимать так, что он был в седмицу авии, а не так, что он принял служение после седмицы авиной. Ибо тогда сказал бы после череды авиевой, а теперь, когда сказал из авиевой череды, представляет, что он был из череды и седмицы авиев. То есть череда это очередь, а седмица это неделя. А желая сказать, что Иоанн по той и другой стороне, то есть по отцу и по матери, законно был из рода священческого, говорит, кавычки, значит, и жена его из рода Аородова, кавычки закрыты, ибо не позволено было брать жену из чужого колена, но из того же самого числа 36 глава 6-9 стихи. Елисавета по толкованию значит покой Божий, а Захария означает память Господня. 6-й мы еще продолжим, потом эти вопросы. Лука 1 глава 6-й стих. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Толкованием блаженого филакта после благословения. Часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а повиденности и пред людьми. Захария же и Елисавета были праведны пред Богом. Заповеди, например, не прелюбодея, не крадея, то есть заповеди, которые Господь дал Моисею. Вот здесь заповеди. Исход 20-й глава 14-17 стихи. А уставы по церковному славянскому оправданию, как-то мы раньше разбирали, 17 фасизма, 18-й Псалом, мы делали выписку с вами, разбирали ранее, там 24 раза употреблялся слово значит оправдание, ну значит они уставы. То есть оправдание 24 раза, там 17 слов нет. Значит они значит, например, что значит такое уставы. «Кто гласовет отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Кавычки закрыты. Исход 21-й глава 17-й стих. Ибо это праведно. Но знаешь, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, и еще более есть оправдание Божие, ибо в день он и Бог судить будет нас, то есть когда страшно судьбу имея заповеди как бы некоторым письменным оправданием. Кавычки открыты. «Если бы я не пришел и не говорила, то не имели бы греха». Кавычки закрыты. Иоанна 15-й глава 24-й стих. И опять Иоанна 12-й 48. «Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Для чего к словам «поступай по всем заповедям» прибавлено беспорочно «выслушай». Часто некоторые поступают по закону Божия, но не все делали для того, чтобы показаться людям». Матфея 23-й 5-й глава «таковые не беспорочны, а Захария и заповеди соблюдал, и соблюдал беспорочно, а не для того, чтобы через исполнение их понравиться людям». Вот здесь, значит, Матфея 23-й глава 5-й стих. Ну, сейчас я не буду открывать, просто там говорится о том, что фарисеи, они накладывали бремена тяжелые на народ, требовали очень много, сами говорят, хранилища расширяли и воскрили одежду своих. То есть хранилища это, скажем, повязки такие, которые по закону накладывались на лоб и на правую руку. Часть заповедей делилась, здесь заповедей. надписи, то есть как бы напоминание, что нужно исполнять заповеди, но они их именно расширяли, вот эти хранилища и повязки, да, чтобы показаться людям, что они соблюдают закон. Воскрыли я, это как бы бахрома, то есть она носила темно-красный и такой бордовый, что ли, цвет, показатель того, что нужно, значит, это как бы себя приносить жертву ради Христа, напоминание о жертве Христовой. И Господь же их обличал, что вы носите, накладываются времена неудоносимые, а сами перстом не можете сминать, да, если помните там, что они, то есть они не исполняли, внешне хотели показаться хорошими, она по сердцу, скажем так, они не исполняли, а вот здесь вот говорится, да, толкователь говорит, что они исполняли не только внешне, но и внутренне, да, то есть пред Бога. Вот, о чем хочется как бы Евангелия это обратить на себе внимание, да, ведь все Евангелие нам нужно, мы читаем для того, чтобы брать пример с него, да, если, например, апостол Павел, когда писал Коринфянам, он говорил первое, значит, Коринфянам, 4 глава, 14 стих, вот, посему умоляю вас подражайте мне, как я Христу, то есть апостол хотел, чтобы ученики ему подражали, поскольку он Господу подражал, да, а мы должны подражать как бы ему, да, или сегодня живущим праведником, как вот, например, у нас сильный пример, это праведный живет проповедник и миссионер Игнать Тихон Челаткин, да, живой пример подвижничества исполнения, да, я так думаю, не только внешнего, потому что он проповедует и через книги свои, которые у него вышли, да, и словом, значит, он там в чатру летки сейчас выходит, очень много проповедует, то есть через свой сайт, вот скажем так, да, также мне хотелось бы еще вспомнить, Господь как бы говорил, вы посему узнают, что вы мои ученики, а нет, не так, потому узнают, что вы мои ученики, если имеете любовь, если будете иметь любовь между собой, Господи, понял, не так, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, то есть, если будете иметь любовь, там сказано не иметь, а именно будете, то есть, это предполагает то, что мы еще не совершенно все-таки ждать, что мы должны стремиться обретать вот эту любовь между собой, но не все понимают, у нас получается, я опять вернусь к тому, что как у Игнатия Меча община, и мы что-то пробовали создать, я тут была возрадована, что мы все собрались, но враг не дремлет, говорит, ходит, как лев ищет кого поглотить, и где-то трудится, и когда мы собираемся вместе, то естественно его цель нас разлучить и произвести вражду, и в этом он радуется, но мы как бы ссылаясь на то, чтобы быть учениками Христа, мы должны преодолевать в себе всякие скажем такие искушения, когда находит на нас обида, что-то не так сказали, не так посмотрели, не так сделали, мы должны смиряться, а не требовать друг от друга, я о том рассуждаю, обычно у нас как принято, чтобы я например должна как мне любовь, если вы любовь не проявляете, все, я обижаюсь, и также каждый считает, что все ему обязаны любовью, но Господь считал в Житерстве святых, что научаясь оттуда и по Аудрофии, что Господь нас не спросит, меня не спросит, любила ли ты меня дала, любила ли меня отчетнина, Он спросит, любила ли я вас, а не наоборот, а мы всегда путаем, мы всегда требуем от других почтения, любви, уважения, но нам сложно, конечно, так, если мы будем требовать от других, а нам нужно себя требовать. Сегодня я бы хотела еще, у нас произошел небольшой тогда инцидент, у нас сестра одна обиделась, я бы хотела по этому поводу, я правда уже давно не пишу стихи, но Господь, наверное, дал благодать и написал, сейчас я почитаю, посвистила одной сестре, спаси тебя, Христос, захалву и заложено на меня налву, спаси тебя, Христос, за бутерброд и закамей мой огород, ты перевернул мои слова, удивляясь, как так смогла, совсем не приняла наш совет и дружбу свела на нет, ты злой мысль от врага приняла, она как птица гнездо свела, да мне обиду в душе всплыла, чем и благодать от тебя отняла, а мы давай тебе совет оградить хотели от многих бед, а спасение забота поверь, ты же ушла, сильно хлопнула дверь, не стерпела, скипела, как чайник, мне ж, будто я для тебя начальник, а ничего такого и в помине нет, я ремень на обуви от чтебле, я всего лишь серая мышка, для кастрюли банок крышка, всякой души я желаю спасения и будущего во Христе воскресения, да светит нас с тобой Христос, враг не снесет наш дом под откос, как же на лото не вернемся вспять и благодать обретем опять, давай примиримся с тобой, сестра, чтоб не коснулась нас ада, искра, давай призовем в душу мир Христов и получим свободу от врачих оков, вот ремень здесь, значит, в Евангелии есть деяние, 13 глава, 25 стих, кавычки, при окончании же поприща своего Иоанна говорила, за кого вы посчитаете меня, я не тот, но вот, идет за мною, у которого я не достойна. Достойные все крово и сину, вложитесь оба коробицу, преснан воженную и пренепорочную, и мастер Бога нашего, честнейшую хирургию, и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога слова рожжую, сущую Богородицу вся величание. Слава тебе Богу, Господи, слава тебе. Слава Богу, за все.